Привет, друзья! Это Гринланд, и сегодня у нас распаковка и обзор Рафаэля Самурая. Я коллекционирую фигурки черепашек-ниндзя, и в моей коллекции теперь вот этот Рафаэль Самурай. Давайте посмотрим, как он выглядит. Очень клёвый арт на упаковке, написано «Рассказы о черепашках-ниндзя», и мы видим на заднем плане Усаги у нас, и Леонардо Самурай, и трое других черепашек на фоне. Внизу надпись «Рафаэль Самурай». С обратной стороны коробочки у нас, можно сказать, что разработчики не заморачивались и не делали отдельный арт, как мы привыкли в других фигурках этой серии, а просто написали «Самураи». Некоторое описание, где мы могли видеть этих ребят, и тут вся коллекция самураев, 4 черепашки и Усаги и Дзимба. Вы, конечно же, помните трилогию от Николадиона, в которой черепашки попали в прошлое, в Японию, где встретили Усаги и Дзимба, и выглядели в одном из эпизодов именно так, когда они переоделись в форму самураев. А ещё я ненавижу, когда в магазинах клеят вот эти гадкие штрих-коды прямо на заднюю поверхность упаковки. Вот можно же приклеить вот сюда, вот тут на пластик. Ребят, если вдруг кто-нибудь работает в магазине каком-нибудь и смотрит каким-то образом это видео, пожалуйста, не делайте вот эту гадость, потому что отодрать вот эту наклейку невозможно. Она отдирается вместе с частью картинки, и это не клёво. Мне уже не терпится распаковать этого красавца и подержать его в руках. Вот так выглядит Рафаэль Самурай. Он одет в такие клёвые древние японские доспехи. Они покрашены в разные цвета. Тут видим на предплечьях более такой серебряный серый цвет. Они текстурные, с орнаментом. У него красные наплечники, красный пояс, красные наколенники, что даёт нам понять, кто это такой. Ну, конечно, красная повязка, что это Рафаэль. Также видим, что часть доспехов у него на ногах. И обут он в такие вьетнамки. И что классно, вьетнамки также покрашены. Это не совсем характерно для фигурок плеймэйтс этой серии. Часто они ленятся, портачат и не окрашивают некоторые детали. Но тут они вот покрасили его вьетнамки со всех сторон. Видим, что на панцире у Рафаэля такой какой-то чехол со швами, который тут немножко смят по краям. Добавлена такая текстура. Выглядит довольно-таки клёво. Повязка у Рафаэля отличается от стандартной фигурки тем, что она такая маленькая и плотно прилегает к голове и панцирю. Это, конечно же, сделано для того, чтобы можно было надеть на Рафаэля шлем. Выражение лица у нашего Рафаэля довольно-таки сердитое. Видим такой оскал зубов, злость в глазах. Понимаем, что он готов к бою в любую секунду. Быстренько пробежимся по артикуляции фигурки. Артикуляция фигурки стандартная для фигурок плеймэйтс. Голова поворачивается и наклоняется в стороны. Руки двигаются в плечах, в локтевых суставах и в лучезапястных суставах просто оборачиваются. Ноги двигаются в тазобедренных суставах и в коленных суставах. Можем обратить внимание, что вот здесь, в этих местах, также часть доспехов, но они, к сожалению, не покрашены. Это то, о чём я говорил насчёт вьетнамок. Так вот, удивительно, что вьетнамки покрасили. Тут могли тоже дать вот этот жёлтый цвет, такой же, как вьетнамок, и было бы намного круче. Давайте перейдём к аксессуарам. Во-первых, это, конечно же, шлем. Вот такой вот шлем с такими рогами. Давайте нацепим Рафаэлю его шлем на голову. Вот так он одевается. И вот так он злобно смотрит из-под шлема на своих соперников. И есть вот такая вот волчья маска. Если вы помните, то самураи, у которых черепашки забрали одежду, были волками и носили, соответственно, вот такие вот волчьи маски. Маска выполнена из такого тонкого пластика. Она так гнётся по бокам и просто впихивается в пазы шлема. И вот наш Рафаэль уже превращается в такого волкообразного самурая в маске и в шлеме. Из аксессуаров, кроме шлема, у нас ещё, конечно же, сай. Стандартное оружие для Рафаэля. Они отличаются. Они такие специфичные, сделанные для именно самурайских фигурок. У этих сайов внизу свисает на верёвочке вот такой вот диск, такое украшение. Либо, возможно, каким-то образом можно их использовать в бою. В мультфильме по-настоящему таких сайов у Рафаэля не было. Он сражался со своими стандартными оригинальными саями. Давайте попробуем закрепить Рафаэлю в руках этот сай. Он входит довольно-таки плотно. И вот наш Раф уже вооружён. Можем и второй поставить. Вот так выглядит Рафаэль с сайами. Очень уж крепко он их снимает. Мне даже пришлось остановить запись для того, чтобы впихнуть сай в его левую руку. Такая крепкая хватка у Рафаэля. А сейчас давайте сравним этого Рафаэля с другими Рафаэлями серии Playmates. Вот четыре Рафаэля разных серий. И вы можете сравнить всех их одновременно. Мы видим, что учитывая шлем, наш Рафаэль-самурай самый высокий из них. Хоба! А вот если бы нашему самураю пришлось встретиться с самим Шреддером, это выглядело бы примерно вот так. В принципе пропорции приблизительно соблюдены. В мультфильме, конечно, Шреддер чуть выше черепах. Но тут тоже он выше даже этого Рафаэля в таком рогатом шлеме. И если бы самурай встретил Шреддера, он бы, конечно, принял сражение. И возможно даже победил бы. Вот такая вот фигурка Рафаэля-самурая. В принципе, выполнение мне понравилось. Как игрушка, не знаю, насколько она будет удобна. Потому что шлем, он не держится очень прочно и постоянно будет слетать во время игры, я думаю. А как фигурка, которую можно поставить себе на полку, самое оно. Надеюсь, вам понравился обзор. В комментариях напишите, есть ли у вас фигурки черепашек-ниндзя. Какие фигурки вы хотели бы увидеть в следующих обзорах. Какие фигурки вам нравятся. И вообще, играете ли вы фигурками или просто расставляете их на своих полках. А с вами был Гринлэнд. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Пока-пока.